Ребятки, если вы хотите получить новенький айфон, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Нет, ну я вообще уже нажрался. Давайте уже праздновать. Уже может быть фельдверки забудем, я не знаю. О, ну можно, можно, бабка, ты как? Подождите, я еще не поела. Сейчас подождите, я сейчас перекушу еще немножечко. Ребята, всем привет, сами. О, бабка, у тебя тут это… Это что? Это у тебя очень? Живая еда проявляется, что ли? Я не знаю, все какое-то странное. В общем, ребята, всем привет, сами я, Коля, и это. И сегодня у нас празднуется, в общем, это, ну, как сказать, есть вот день города, а есть день деревни. Именно вот 2 года назад ты что сделала, бабка? Это шашлык будем делать сейчас? А, ну ладно. Вот, в общем, 2 года назад была обоснована наша здесь деревня, и сегодня у нас юбилей. Да, бабка? Юбилей, да, поздравляю. Вот видите, накрыла вам стол, что еще надо вам? Не знаю, все, пошлите салют делать. Все, пошлите сделать салют тогда. Только на безопасном расстоянии, жители. Слышите, что? Естественно, чтобы эту деревню не спалить. Вот, вот. Конечно, это безопасно, пойдемте на пустырь. Пойдемте, пойдемте на пустырь. Я знаю, где здесь пустырь есть. Пойдемте и на пустырь, в принципе, и на пустырь тоже можно. Вот, так, и сейчас, и сейчас, и сейчас. Ну вот здесь, в принципе, нормально, я думаю. Вот тут вот, вот, вот это хороший пустырь. Вот тут вот, от морожечка вроде далеко. Да, и ты подальше от всех домов, так сказать, некий. Да, вот, смотрите, жители, какая у меня штуковина есть. О, длинный салют купил. О, да, смотрите, о. Ой, это что такое? Смотри. Огонь? Да. Гниво? Да, да, да. Вот. Слышно, слушай, ну. Ну вообще-то клево, да. Так он мне ничего не подожгет-то? Да нет, видишь, он не поджигает ничего. Вот, видишь. Просто на траве, что ли, говорит? А, это такой у него эффект травиной у горячей. Да, 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 да. Вот так вот раскидал, и везде все хорошо. Это классно, конечно. Дед, ну мне нравится, я люблю огонь, люблю костер. Ой, ой, ой. Ой, красиво-то как. Ох ты, все такое горючее. Баб, я сейчас... Да что это в доме творится, я не поняла. Я сейчас все потушу, сейчас. Ты что, еще и лес загорелся? Ты что, вообще обладел? Не, не, баб, ничего, только один гриб, и все. Так, посмотри, там и лес еще горит. Да не горит тут больше ничего, все нормально, видишь? А, ты, зараза, все, не хочу больше праздновать и идти отсюда. Ну, баб, ну прости, пожалуйста, ну, баб, ну я не виноват. Да что ты начинаешь, бабка? Я сказала, все свалили отсюда. Блин, житель, ладно, пошлите сами отмечать. Вот, зараза. Бабка, я зато все починю. Я вам еще отомщу за это. А, блин, житель, ну я-то вообще не виноват, ну случайно получилось так. Я не знаю, что надо так начинать-то. Вот именно, отошли от деревни, у нее все равно дом каменный, ничего бы там не случилось. Ну и попал, ну ничего страшного. Блин, ребят, ну капец. Ладно, житель. Я не горела. Еду завтра это, убираю в холодильник, завтра всю доедим. Давай, завтра будем обедать. Конечно, конечно, так, все, сейчас это все уберем. Так, это все тоже уберем. Так, хрюша, какая я осталась? Это хорошо, конечно. Так, это убрать, это убрать, ребята. Ну это, это, конечно, вообще подстава неприятненькая. Бабка вроде как это с доброй душой, так сказать, пришла. Но я тоже старался, чтобы все хорошо было. Так, все, все. И сыр забрать. О, все, пойду в холодильник. Сейчас это все сложу и все будет. Я сейчас не понял. Здорово. Что такое? Кто там, житель? Что это такое? Почему деревья горят? Это что это такое? А, в смысле, у кого деревья горят? Подождите, ребят, с едой. Где деревья горят? А, а, а. Так, кто деревья не затушил? Так, ну все, здесь все хорошо, все супер. А почему это у вас тут все горит? Чего горит? Тут поступил звоночек, звоночек. Чего? У нас там ничего не горит. Чего ты там? Так, один потушил. Пожарный, пожарный, туши, пожарный. Давай тушу, тушу, для этого я тут пришел. А кто тебя вызвал? Не знаю, поступил звонок, что в вашей деревне горят дома. Капец. Что в вашей деревне горит трава. Так, так, так. Горит лес, все горит. Капец, капец. О, все вроде как. О, еще вот тут вот так. Так, 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 так. Вроде вовремя приехал. Спасибо тебе, пожарный. Ну это же ужас. Так, давайте я буду смотреть, где у вас тут пожарная часть. Кто? Пожарная часть. Куда мне инструменты все положить? А, ну это у бабки дома. Угу. В смысле у бабки? Какой бабки дома? Вон там серый дом, видишь? Значит, бабка дома и пожарная часть причем здесь. Ну у бабки дома пожарная часть, пожарный. Вот. Вы что, совсем? Пожарная часть должна быть в деревне. А, ну хорошо, давайте сейчас при вас. Пожарная часть должна быть у каждого, так сказать, населенного пункта. Все, давайте вот тут сделаем. Все, вот тут будет наша пожарная часть. Так, давайте. Вот тут. Чтобы пожарная часть не горела. И чтобы в ней был склад, огнетушение, воды, всяких бронезбойтов, еще всего, вот этих ведер. Так. Надо делать, чтобы он тоже был пожаро-непожароопасным. Вот, камень, я поэтому и сделал. Видите, какой я грамотный? Какой камень? Ну какой камень? Он же разрушится, этот камень. В смысле разрушится? Пожарный камень не рушится. Вы что, вы что, не слышали вообще, что ли? Чего? Последние технологии не слышали, как пожарные части все по стране делают. А как, как делают? Мы не в курсе. Таааай, ну ты вообще... Жители, вы в курсе, жители? Не, я вообще в курсе, если чё. Я вообще в курсе. Никаких кирпичей. Теперь же запретили все это делать. Ааа, пожарный, тогда давай... Теперь сказали, что надо бедроком все делать. Не надо бедроком. Бедроком можно и что-нибудь другое. А можно и вообще-то не бедроком. А, ну вот. Есть заменитель бедрока. Всё, пожарный, я тебе помогаю. Обсидиан назваться. Слушай, ну он красивый, по крайней мере, мне нравится. Причём здесь красота, главное безопасность. А можно нам потом все дома такими сделать? А вот это ты хорошо придумал. Вот, чтобы не горело-то ничего. Потому что гореть мне это очень... Я вам лекцию прочитаю потом. Давай без лекции, а? Нет, потом прочитаю. Как безопасно жить. Чтобы ничто не горело. А, да, ну ладно, хорошо. Всё. Это обязательно. Бабке я уже ходил, ей тоже прочитал. Да, она поняла? Конечно. Все понимают, когда я читаю. А, а то она обиделась тут что-то. Подумаешь, мы её дом подожгли. Ничего не поджигали. Мне без разницы, что вы сделали, и как она обиделась, и на что. Я пожарный. Она очень странная, на самом деле. Почему странная? Да потому что мы праздновали, у нас, знаете, сейчас юбилей деревни идёт. О, поздравляю, поэтому вы подожгли свою деревню? Да ничего, мы, пожалуй, хочу постоянно полицейским называть. Пожарный, ничего мы не поджигали. Понимаете? Да, так что-то не случилось. Мы просто вот шашечки огненные покидали, и всё. Но деревню мы не поджигали. Одна шашечка упала в дом бабки, она обиделась. Хотя мы извинились. Обещали починить всё. Она не понимает. Так, сейчас я поставлю свои сундуки. Давайте я вам помогу, сундуки поставим. Сундуки у меня свои, специальные. А, красные. Специальные пожарные сундуки. А знаете, что ещё надо вокруг проложить? Песок, песок надо сделать. Песок, это обязательно. И поставить дверь, чтобы мою технику никто не спёр. Вот, вот, вот так вот, песочек, песочек. А ложители вообще нормальные? Да, у нас вообще краш нету, мы знаете, мы очень дисциплинированные, вот. Дисциплинированные, а что это, вас бабка дисциплинировала? Нет, мы сами себя дисциплинировали, и очень нас мало краш и так далее, вот. Вообще очень редко бывает. Ничего себе, вы типа такие молодцы, что ли? Конечно, наша деревня самая показательная, это пожарный, вот. Показательная, это кто вам такое сказал? Ну, мы сами знаем. По каким показателям она самая показательная? По всем, вот какие есть, она самая показательная, вот. Ничего себе. Да. Вот это вы даёте. Вот так, песочку мы насыпали, всё хорошо. Сейчас я сложу, подожди, тут инвентарь надо сложить. Да, да, ты складывай, складывай, я тогда ещё побольше песочку насыплю. Так, песочку не надо больше делать, песочек надо складывать ещё сюда. А если вдруг внутри загорится, всё засыпаем песком. Так, ну давай вот под воду положу песочку побольше. Так, песочка. Ещё надо бутылки с водой, и на всякий случай, на всякий случай... Чего ещё, на всякий случай надо? Еды. Еды? Конечно. А, ну давайте, давайте яблок. Еда это превыше всего. Надо яблок золотых положить, потому что они очень хорошо. Положи, положи. Так, а это вот в отдельный, да. Ещё бутылочки с водой положи. Хорошо, всё, яблок положил, бутылочек с водой тоже положил. Бутылочки с водой положил? Да, конечно, всё, аккуратненько сложил. Так, подожди, подожди сейчас. Так, ещё что можно для безопасности положить? Ой, я даже не знаю, пожарный, что ещё можно для безопасности. Знаю. А песок положил? Да, песок положил. Лом можно, лом можно Давай ложи, ложи Вот, лом, так, чтобы всё, мало ли, чтобы взломать Там ещё что-то, вот Положил? Да, положил, всё Молодец Подождите, больше почему-то не кладётся Отлично, отлично, будешь теперь тут жить Вместе с водой С ломом там, так это Ты еды себе положил? Положил Еды положил, молодец Теперь тебе попить есть чагу? Жители, спасите меня Никто тебя не спасёт, пойду-ка я сейчас их тоже Тут, так сказать, замурую всех Ишь, что, придумали бабкин дом поджигать ещё Ага, фейерверсами, значит, поджигали Поджигали, поджигали, поджигали А в итоге решили дом поджечь, что ли, бабушкин? Да мы случайно Попался в ловушку, вот сиди теперь Ну капец Дверь можешь тоже разрушить, там тебе есть защита Блин, капец Ну, как всегда Холяхан, ещё раз Я тебя увижу у своего дома, ноги поотрываю Всё, пока Капец, ребята, блин Вроде как обсидиан ломается Смотрите, к этой штукой Хорошо положил лом Сейчас будем ломать и выбираться, ребята Всем удачки, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok